Друзья мои, всем привет! Меня попросили прокомментировать одну публикацию. Насколько я понял, это статья женщины, которая является немецким журналистом или блогером, что-то в этом духе. И люди, соответственно, спросили мое мнение в отношении этой публикации. Я сейчас выставлю линк, чтобы вы тоже могли прочитать, но по мере того, как я буду рассказывать, я думаю, что вы без труда поймете, о чем идет речь. Если говорить в целом и общем, мне показалось, что, как вся информация в этой жизни, все, что мы обычно говорим, является какой-то определенной полуправдой. Полуправда не потому, что мы пытаемся кого-то в чем-то обмануть, а потому, что у каждого из нас есть своя позиция, свое видение, свое понимание. И поэтому то, что хорошо для меня, совсем не обязательно будет хорошо для вас. И наоборот. Понимаете? Теперь давайте я перейду сразу к этой публикации. Значит, название ее пять удручающих побочных эффектов эмиграции, о которых никто не говорит. Ну, во-первых, меня немного сразу как-то позабавило название. Кто о чем не говорит? То есть, если речь идет о каких-то негативных сторонах эмиграции, то в интернете сейчас больше, чем достаточно информации на этот счет. Вам, пожалуйста, любой эмигрант, никто не делает из этого никакой тайны, никто не делает из этого секреты. Любой эмигрант вам скажет, что там первые три-пять лет его жизни за границей, это, как правило, достаточно сложный, тяжелый период. Поэтому я понимаю, что это, наверное, такое какое-то громкое название, чтобы как-то привлечь внимание. Но на самом деле ничего таинственного в эмиграции нет, и любой эмигрант вам скажет, что сам процесс адаптации в стране, это, в общем-то, довольно естественно непростая вещь. Бывает ли, что люди как-то скрывают вот эти негативы и стараются о них не говорить? Бывает. Но мне кажется, делается это не для того, чтобы кого-то ввести заблуждение или в чем-то обмануть. Дело в том, что когда людям тяжело, люди позитивно настроены, они пытаются не нажимать себе на мозоль. Если мне тяжело, если я буду еще скулить и жаловаться постоянно, ну деть жене, своим детям, как нам плохо, как нам здесь ужасно, ну тогда да, нас надолго не хватит, и очень быстро мы соберемся уезжать обратно. В то же время, если я не буду это упоминать и буду стараться думать о чем-то позитивном, то я, наверное, скорее всего, легче и быстрее переживу это состояние. Теперь по пунктам самой статьи. Ваши близкие будут опустошены. Насколько я понял, статья, видимо, была переведена на, с какого-то зарубежного языка, скорее всего, наверное, с немецкого на русский, поэтому звучит это немножко чудаковато, но я думаю, что это не важно, да. Ваши близкие будут опустошены. Опять же, это немножко полуправда. Почему? Ну, начнем с правды, да. Безусловно, ваши родственники, ваши родители будут очень огорчены вашим отъездом, потому что вы их дети, вы их друзья, вы их родственники, и, естественно, они не хотят с вами расставаться. Это совершенно естественно. В моей ситуации, например, я всегда был искренен и открыт, рассказывая о себе. Мои родители, которые, в общем, достаточно, так сказать, хорошо политически подкованные, они, в общем-то, очень такие искренние патриоты своей страны, они были категорически против моего отъезда. Это была моя идея. Я как-то, видимо, уже рассказывал о том, что эта идея сначала поселилась в моей дурной голове, потом я постепенно проинсталлировал эту идею, так сказать, своей жене, и она, человек, который никогда никуда не собирался ехать, она постепенно со мной согласилась, и таким образом мы поехали. Говорю я это вот к чему. Мои родители были в штыки, то есть это было категорически нет, вам нечего там делать, вы русские, вы патриоты, вы должны жить здесь и так далее. При этом моя жена, которая не была инициатором идеи, когда она разговаривала со своими родителями, там была абсолютно противоположная реакция, как ни странно, они были абсолютно за, я помню, мой уже умерший, к сожалению, тесть, с самого начала совершенно спокойно сказал, что выезжайте, там будет лучше, там будет все хорошо. Теща всегда совершенно спокойно как-то к этому относилась, и как нам показалось, она нас абсолютно в этом решении поддержала. Поэтому говорить о том, что ваши родственники будут опустошены, это опять же о чьей ситуации вы говорите. В нашей ситуации одни родственники были опустошены, другие не были. Следующий пункт она пишет о том, что вы будете чувствовать себя виноватым все время. В этом есть опять же определенная доля правды, потому что когда вы уезжаете, вы оставляете своих родителей, вы чувствуете определенное, испытываете определенное ощущение вины, потому что вы понимаете, что кто-то должен будет за ними присматривать, когда они становятся старше, если вас нет рядом. Хорошо, если у вас есть брат или сестра, если нет, тогда ситуация гораздо хуже. И в этом есть действительно правда. Когда у вас появляются дети, то, соответственно, вы хотите им дать какое-то лучшее будущее, вы хотите им дать какое-то хорошее движение в жизни. Если вы видите впереди какой-то маяк, где вам кажется им будет лучше, вы стараетесь их туда продвигать. Вы знаете, работая с недвижимостью, у меня часто бывают ситуации, когда приезжают люди из России, из Украины, из Казахстана, и здесь учатся их дети. Они ходят в университет или они ходят в колледж. И для того, чтобы не тратить деньги на аренду, они, соответственно, пытаются купить недвижимость своим детям. Потому что, как вы понимаете, эти люди изначально совсем не бедные, потому что даже просто отправить ребенка учиться, это, в общем, довольно дорогой процесс. То есть у этих людей есть деньги, плюс у них еще есть деньги большего размера для того, чтобы купить недвижимость, если таковая требуется. Вы знаете, когда начинаешь с человеком разговаривать, ну, мы люди русские, мы говорим на одном языке, поэтому сразу устанавливается какая-то доверительная атмосфера. И когда ты начинаешь уже говорить не только на профессиональные темы, ну, и по-человечески просто обсуждать какие-то психологические вещи. И в этот момент зачастую я как бы так очень аккуратно, осторожно, чтобы вот там не поцарапать ничего в груди, да, я их спрашиваю, а вы как бы отдаете себе отчет, что ваши дети, которых вы отправили сюда учиться, есть большая вероятность того, что они не вернутся к вам на родину. Потому что из моей практики я вижу, что молодежь, которая сюда приезжает, ну, я бы сказал бы 95%, ну, пусть 90% этих молодых девушек и ребят, они в итоге потом все-таки остаются в Канаде. Вы знаете, какой ответ я всегда слышу от родителей? Да, мы абсолютно понимаем, что мы делаем, мы понимаем, что у нас, у многих это единственный ребенок, и они говорят, да, вы знаете, мы осмысленно идем на этот шаг, поэтому мы хотим купить недвижимость, потому что мы понимаем, что он захочет здесь остаться, и мы его в этом решении поддержим, потому что мы считаем, что ему в этой жизни, в этой стране будет лучше. Вы знаете, я уже к этому привык, но вначале у меня было какое-то, какое-то мрачное ощущение вот этих разговоров. Есть какой-то драматизм в этом, когда родители, у которых единственный ребенок, они как бы осмысленно идут на расставание, понимая, что они в старости будут доживать одни, что ребенок останется здесь, и зачастую, так сказать, я спрашиваю, говорю, вы понимаете, у вас вполне возможно будет зять или невестка ваша, которая не будет говорить по-русски, у вас, возможно, будет сложность общения с внуками, потому что они уже, может быть, не будут говорить по-русски, понимаете? И люди говорят, да, мы понимаем, и это, в общем, довольно печально слышать, потому что это мне напоминает, что как бы родители практически в определенном смысле жертвуют себя в пользу будущего своих детей, и они верят, что этим детям будет здесь намного лучше, и делают они это совершенно осмысленно. Я это говорю к тому, что, вы знаете, если многие люди, я как-то спрашивал, я говорю, вот, ну это же тяжелое решение, они говорят, вот мы просто говорили с вами по поводу чувства вины, и многие люди говорят о том, что, вы знаете, Сергей, я буду чувствовать как раз обратное чувство вины, если я этого не сделаю. В данный момент я успешен в своей стране, я зарабатываю какие-то большие деньги, я могу еще успеть вытолкнуть своего ребенка в какую-то лучшую жизнь, вытолкать его на поверхность, на свет туннеля, как мне кажется, где я его вижу, понимаете. И не сделал я это, возможно, из-за определенного какого-то эгоизма личного, потому что я знаю, что я буду старенький со временем, и мне нужно создать обстановку, чтобы ребенок остался возле меня, и чтобы он за мной потом ухаживал. Поэтому, получается, я стою у весов, либо я должен заботиться о себе, о своем будущем, либо я должен заботиться о будущем своего ребенка. И, как видите, многие делают выбор в сторону будущего своих детей. Еще раз, есть ощущение вины перед родственниками, перед родителями? Да, есть, но тут надо не забывать о том, что это ваша жизнь, она у вас одна единственная, это ваши дети, и вам, так сказать, принимать решения за себя и за них в том лучшем качестве, который вы видите для себя и для них. Вот мне так кажется. Следующий момент, который она пишет, вы будете чувствовать себя очень и очень одиноко. В этом тоже есть правда. Я бы сказал, что она, опять же, где-то примерно на 50%. Понимаете, чувство одинокости, одинокости – это ваше персональное чувство, оно зачастую не зависит от того, где вы находитесь. В частности, например, вы можете быть очень замкнутым человеком, который не хочет ни с кем общаться, или у вас какие-то депрессии, я не знаю. То есть вы можете жить в центре, гудящей, так сказать, от жизни Москвы, и при этом чувствовать себя очень и очень одиноким. Вы можете приехать в Канаду, имея достаточно ограниченный язык, вы можете выходить на улицу, знакомиться с соседями, ля-ля-ля, тополя, так сказать, с ними начали разговаривать, и поверьте мне, люди будут с вами охотно общаться, если они видят, что вы человек общительный. То есть это, опять же, достаточно вещь спорная, я бы сказал. Если вы имеете в виду, если она имеет в виду, одиночество, как бы в плане культуры, то мне кажется, что эта теория тоже несколько притянутая за уши, потому что в любой стране, куда едет иммиграция, будь это Канада, Соединенные Штаты, Франция, Германия, неважно где, всегда есть, присутствует национальная община, в частности, русская или украинская община, или казахская община, она всегда есть. Если вы хотите найти людей, которые вместе с вами эмигрировали в эту страну и живут где-то недалеко от вас, вы всегда их найдете, поверьте мне, это совершенно никакой не проблема. Это опять вопрос вашей общительности. Вот буквально несколько минут назад мы говорили про то, что вы будете тяжелее, как-то меньше общаться с родителями, и в общем-то в этом есть определенное ощущение вины. Тоже есть элемент надуманности, я вам скажу почему. Если вы, допустим, живете где-то там, я не знаю, в Иркутске или во Владивостоке, и вы решили в один прекрасный день переехать, скажем, жить в Москву, это означает, что ваши родители, скорее всего, останутся во Владивостоке, это означает, что вы не каждый год и не каждый там полгода сможете летать к ним во Владивосток. То есть скажите мне, чем сильно будет отличаться, если вы уехали в Канаду или если вы из Владивостока переехали в Москву? Дистанционно это будет не бог весть какая разница. То есть вы опять же будете общаться, скорее всего, по телефону, через скайп, как все мы это делаем. То есть я не вижу, что так кардинально в этом смысле изменится. Следующий пункт, который она пишет, вы никогда не станете местным. Да, это тоже правда. Вы никогда не станете местным, вы никогда не станете канадцем, вы никогда не станете немцем, французом или американцем. Это абсолютная правда. Вопрос заключается в том, что многие люди, которые через это еще не прошли, они изображают из этого какую-то чудовищную, великую драму и трагедию, чего на самом деле там ничего такого нет. Дело в том, что я вам скажу, что если вы, допустим, выйдете на улицу в Торонто, найдете какой-то русский район и начнете спрашивать каждого русского, которого встретите на улице, хочет ли он быть абсолютно неотличимым от канадцев, я вам практически гарантирую, что 90%, если не больше, как мне кажется, это мое личное мнение, они скажут, да нет, зачем, я русский, я еврей, я украинец, я казах, а почему я должен чувствовать себя канадцем? Или, если я правильно ее понял, вы никогда не станете местным. А что вы имеете в виду стать местным? Ну, люди, люди, которые приехали, раз уж я прицепился к этому Иркутску, там, я не знаю, или там, Владивостоку, вы приехали с Владивостока, в котором вы прожили 40 лет, вы приехали жить в Москву, это одна и та же страна, это все та же самая ваша родина. Вы будете чувствовать себя в Москве местным себя? Нет? А захочется ли вам от этого уехать, покинуть Москву и вернуться обратно во Владивосток? Думаю, что, наверное, нет, потому что, наверное, в Москве все-таки больше возможностей, выше уровень жизни, но при этом вы никогда не будете местным в Москве, вы никогда не будете тем самым вот урожденным москвичом, если вы понимаете, о чем я говорю. У меня, например, очень мало, у нас их практически нет, канадских друзей, не потому, что у нас есть какие-то проблемы общения с ними, абсолютно нет. И я, и жена, мы совершенно в состоянии, пусть это какой-то, может быть, грубоватый, с акцентом язык, может быть, он грамматически не всегда верный, но пообщаться у нас никакой проблемы нет. Хотим мы сообщаться с канадцами? Я бы сказал, что нет, потому что мы взаимно друг к другу не очень интересны. Понимаете, у нас ментально мы другие, у нас другие интересы, у нас другие представления. Далее, вы потеряете многих дорогих друзей. Да, это, наверное, правда, но опять же, правда на 50%. Может быть, надо начать с определения, кого вы называете друзьями. Кого именно вы называете друзьями. В моем представлении друг, это человек, которому вы можете позвонить в 2-3 часа ночи и сказать, ты знаешь, у меня что-то на душе, как-то мрач, мне нужно поговорить с кем-то. У меня вопрос к вам. Как много людей в окружении каждого из нас, людей, которым вы можете позвонить в 2-3 часа ночи? Я абсолютно убежден, что у каждого из нас количество таких друзей сводится к одному, к двум, ну, я не знаю, если у вас 3 наберется, то я думаю, что вы счастливый человек. Да? Значит, давайте я вам скажу такую вещь. Моя матушка, которая, слава богу, уже в этом году 82 года, да, она дружит со своей подругой, которая имеет немецкое происхождение, она россиянка из Советского Союза, но, знаете, у нас были там немцы из Поволжья и прочее, прочее, прочее. Вот они познакомились еще в студенческие годы и сейчас вот уже больше, сколько там, больше 60 лет они по-прежнему дружат. Так вот, вот эта подруга, о которой я говорю, она живет уже в Германии, она уехала со своим мужем, поскольку она немка, много-много лет тому назад. Это никак не мешает им общаться, она постоянно приезжает в Россию, встречается с матерью, мать по ее приглашению ездила к ней в Германию. Вот больше 60 лет эти люди знакомы, живут совершенно в разных странах и при этом никак, причем, обратите внимание, она дружит с женщиной, которая живет в Германии, а у нас, у россиян, такое очень мрачное, в общем-то, прошлое, очень мрачные воспоминания о Германии, правда? И это никак не влияет на эту дружбу. Я это говорю к тому, что вот такие крепкие друзья, как я только что привел пример со своей матерью, дистанция в 60 лет, дистанция в разных совершенно государствах никак на это не влияет. Те люди, которые вас окружали, в большинстве случаев, если вы можете назвать два-три десятка, как правило, это какие-то приятели, это какие-то друзья, такие вот, ну такие маленькие друзья, шашлычок поесть, водочки попить, да? Или это какие-то такие вот хорошие знакомые. Если вы расстаетесь с такими не очень большими крупными друзьями, то поверьте мне, завести таких же аналогичных за границей не составляет никакой большой проблемы. Если у вас есть на то желание, как мы говорили, если вы хотите общаться, вы без труда все это найдете, потому что, если вы хотите, всегда есть люди, которые тоже хотят познакомиться с вами, понимаете? Одним словом, меня попросили прокомментировать эту статью, публикацию, я сказал свою точку зрения, как я всегда во всех своих видео говорю, что это моя личная точка зрения, это то, что я думаю, это совсем не означает, что я абсолютно прав, я просто высказал свою позицию на этот счет, а вы уже решайте сами. Это, как обычно, все на сегодня. Как обычно, я также вас приглашаю подписаться на мой канал в YouTube, на мою страницу в Google+, ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники. Всех приглашаю, принимаю в друзья. Всего вам самого наилучшего и пока!